Всем привет! Сегодня выбрался на реку Свислочь, выбрался без сына один, приехал рано, еще до рассвета, до рассвета и закормился в принципе. Так, точку обозначил, как говорится, пять кормушек закромочных забросил на точку. Особо ориентиров видно не было, так, ну, ночь такая достаточно была облачная, то есть, ну, ориентиров луна не светила, ничего не было. Ориентиров особо не было видно, поэтому так, для обозначения просто точку отметил, ну, и в ту сторону начал бросать. И вот где-то через еще полчасика после рассвета начались первые поклевочки. Вот, словил уже первый подлещик был гонограмм 150, второй уже чуть укрупнился в размерах 250, такой побольше. Ну, походу, сегодня будет на русле стоять подлещик. По прикормочке давайте в двух словах пробежимся. Лещ-орех, вабик, ну, любимая прикормка, практически на всех рыбалках ее используем. И основа, база для прикормки, много злаков молотых, там, кукуруза, пшено какое-то, что-то там, много льна, семечек. И еще добавил печиво. Оранжевое печиво, ну, его немного, оранжевое, зеленое здесь так, чуть-чуть. Так как прикормка крупнокомпонентная, тут особо печь его и не надо, так, чтобы разноцветное было дно, ну, закормочное пятно. И в каждую кормушечку добавляю целого опарика топленого. Ну, так все, в принципе, рассказал. Фидер 3,9, шок-лидер, поводки 80 сантиметров, 14-е крючки. Уже немножко начинаю мельчить. Уже как бы и холодно. Еще немножечко и будем лунки бурить. На зимнюю рыбалку пойдем. Уже недолго осталось. Уже чувствуется по погоде, что все холоднее, холоднее. Так, немножечко подкормим точку еще. Уже так ориентиры-то хорошо видны. Уже конкретно большую кормушку закормочную MaxFit взял со скошенным дном. Классик на 55 грамм, по-моему, что-то такое. Ну, такая достаточно объемная, много в себя корма вмещает. Немножечко ей покормлюсь. То есть, ну, буду бросать ей. Потом перейду на Классик 45 грамм. Такой же Классик. Максфидовский на меньший объем и по прикорму, и по грузу. Словил еще, наверное, одного подлещика. Да, одного подлещика. Потом на точку встал непонятно. То ли сазан, то ли что. Был мощный загиб. Подсек, но по губам не дал. И после этого какие-то такие странные поклевки пошли. Какие-то такие видно, что пробует рыба. Но браться не... Подлещик хороший. Но браться не хочет. Не сильно активно так. Вот после этих странных поклевок... Подлещик. Вот. Непонятно, что там на точке стоит. Такое ощущение, что периодически подходит сазан. Что рыбу всю прогоняет мелкую. Более-менее. Такую. И поклевки не подлещика идут. Такой небольшенький. Грамм 200. Но... Хотя бы подлещик. И взялся на опарика. Опарик и 4 мотыля. Вот на этом подлещики уже четкие были поклевки. Такие не до того, как были. Непонятные какие-то подтяжки, подзергунчики. А еще немножко доуволожнил прикормку. До этого была такая, ну, достаточно инертная прикормка. Думал, такой половлю. Ну, чтобы больше полило. Немножко там на дне муть сдавало. Но, смотрю, эффекта никакого. И сегодня, конечно, очень много. На лодках плавают. Ребята щуку ловят. Ну, понятно, осень. Сейчас время трофейного хищника. Поэтому, конечно, и лодочников много. Ну, давай-давай, пробуй. Сейчас поставил 2 опарика и 3 мотыля. До этого пробовал просто без опарика на чистого мотыля. 4 мотыля нацепил. Вообще ни одной поклевки не было. То есть, мотыля он вообще не хочет. Ну, сейчас было на 2 опарика и 3 мотыля. Такие 3 четкие поклевки, но без продолжения. Чтобы попробовал и бросил. 3 тычка, 3 удара таких. Так, прошло, наверное, еще полчасика. На русле полная тишина. Решил проверить, где густера делась. Густера, в принципе, как и должно быть. Отславил густерку, в принципе, как и предполагал. Маленькая, но есть. Густера стоит на выходе из русла. Здесь буквально в метрах 15 от берега. То есть, густера есть. Есть в локации, но куда делся подлещик? Подлещика почему-то нет. На русле нет подлещика. Сейчас еще раз заброшу сюда близко. Ну, так, без клипсы. Просто рукой притормаживаешь, чтобы поближе упало. Примерно постараюсь в одну точку забросить. Интересно, где подлещик делся. По идее, сейчас его время отжираться. Отжираться на зиму. Но почему-то он не клюет. Чуть дальше, чем хотелось бы. На метр где-то, чем предыдущий заброс. Но ладно, ничего страшного. Как правило, густера не в русле стоит. Ну, бывает и в русле, конечно. Конечно, зачастую она на более мелких участках стоит. Первый заброс, в принципе, и подтвердил. Прошло еще, ребята, наверное, минут сорок. Начал клевать без поклевок. Что интересно, один раз, где-то минут 20 назад, было как-то интересно. Получается, достаю, фидер подымаю. Ну, просто для перезаброситься. Думал, зацеп. Как бы, ну, жестко стоит. Ну, слегка подтягивается. Думал, может, ветка какая-то. Ну, начал немножко подергивать на себя. Сильнее. Чтобы подцепить. Ну, по-моему, соскочил. Достаю, крючок разогнут. На крючке слизь. Вот что это было, бог его знает. Лещ, я так понимаю. На ближняк не забрасываю. То есть, ну, густеру как-то не очень интересно ловить. Особенно такую мелкую, там, ладошечную, эту густерку. Хочу вот подлещика леща поставить на точку, если получится. Может, еще что-то получится. Да, рыба берется без поклевок. Интересная сегодня рыбалка, конечно. Просто на перезабросе всекается. Подлещик, да? Так, ну что, ребятки. Ну, еще, наверное, с последнего включения прошло, наверное, часик. Часик-полтора примерно так. Поклевки очень редкие. Ну, в принципе, вот сейчас поклевочка была. Ну, такое вот что-то, ну, не хочет клевать, ее приходится заставлять. Какие-то вот распробования, и все, она бросает. И видно, что, ну, рыбка крутится, но кушать не хочет вообще ни в какую. Плюс давление крутит, начало крутить прямо заметно. Дождь-то идет, то не идет, и все чаще и чаще он все-таки начинает идти. Маленький такой, но ледяной. Холодный дождь, такой осенний. Поэтому, наверное, будем закругляться, не будем мучить ни себя, ни рыбу. Вот. Улов уже, наверное, показывать не буду. Тут, в принципе, и показывать особо нечего. Ну, то, что попало в кадр, вы видели. То, что не попало, ну, там особо по улову немного. Может, килограммчик, а два с половиной на скреб подлещиков. Можно было больше. Если так уже итоги подводить, можно было больше подловить. Если бы на ближняке я ловил густеру. Ну, густеру особо не хотелось ловить. Хотелось что-то покрупнее. Ну, покрупнее сегодня лещика не было. На русле очень как-то все загадочно сегодня было. Все, ребятки, не забываем подписываться на канал. Всем пока.